Мы разобрали, как относиться к духовному учителю с точки зрения настроя, нашего состояния ума. Теперь хотелось бы объяснить то, что относится к отношениям с учителем в контексте нашего поведения, как мы говорим и поступаем в присутствии учителя. Но те наставления, которые предлагаются в текстах по этой теме, связаны не с тем, как получать учения. Эта тема обычно описывается в других текстах. Но, понимаете, в том числе не перечисляются пункты, не иметь при себе оружие, не вытягивать ноги в сторону учителя или танки с изображением Будды. Хотя, я думаю, все это относится к понятию выражения почтения. Когда мы рассматриваем традиционное объяснение, предложенное в этом тексте, есть три основных момента. Первый из них — совершение подношений. Это может быть довольно тонкий момент. Потому что, по большому счету, учитель не нуждается в том, как мы говорим. В том смысле, что Будда не нуждается в наших дарах, Будди, безусловно, не нужны наши палочки боговоний и ходаки. Таким образом, в результате ореагируется в общественных степях, что это неизвестно, чтобы вытягивать проекты и реализовать значку, И когда мы говорим о совершении подношений, мы должны следить, чтобы не возникало крайности, в которой учитель говорит, что ученик должен отдать ему все свои деньги. Такие ситуации возникали в прошлом, отнюдь не только с буддийскими учителями, то есть учитель злоупотреблял доверием ученика. Когда я начинал учиться у Сиркон Каримпаче, у меня была привычка какие-то мелочи приносить на учения. Благовония или ходаки, и вскоре после этого он меня отругал. Сказал мне весь этот хлам не нужен, чего ты его сюда тащишь? Сколько ты думаешь мне нужно благовония? Сколько сотен ходаков? Если уж хочешь что-то приносить, приноси то, что мне нравится. Он любит бананы. Так что если уж вы собираетесь что-то приносить, несите то, что учителю действительно нравится или будет полезно. Если учитель придерживается определенной диеты или страдает от избыточного веса, то точно не нужно приносить ему большое количество сладостей, выпечки или конфет. Если у учителя есть хоть какой-то уровень контроля над собой, он вероятно эти подношения отдаст следующему же гостю. Что само по себе хорошо, потому что в основе этого лежит желание поднести что-то хорошее учителю, но при этом старайтесь проявлять чуткость и приносить то, что учителю действительно будет полезно. Но под этим не подразумевается, что мы должны совершать именно материальные подношения. Речь о гораздо более широком деле материальной поддержке учителя в целом. Суспортируйтесь к чему-то. Суспортируйтесь к чему-то. Это может быть в том, что, например, мы находимся в классике. Вы должны дать вашей семье, вашей семье, вашей семье, etc. Но это не означает, что учителя не дать их славы. pero в более modernом институте, я знаю, что многие простые Tibetan teachers, которые приходят к самому поиску west, у них не всё от mundial в них живой. То есть, что любят в темноте, тибет진짜 очень низкое. Общая люди идут, что очень понравятся, для того, что люди очень нравятся, В классических текстах говорится, что мы должны быть поднести учителю свою супругу, детей, домашний скот и так далее. Но речь не идет о том, что мы должны их отдать в качестве рабов. Большинство тибетских учителей, которые приезжают на Запад, по моему опыту не привыкли жить одни, поскольку тибетцы очень общительны. В монастырях они постоянно общаются друг с другом, поэтому хорошим подношением с нашей стороны было бы приглашение к учителю на ужин, например, у нас дома. Таким образом, мы подносим ему свою семью. То, что тибетцы в одиночестве сидят в позе для медитации и все время медитируют, это романтический миф, который не соответствует тому, как они на самом деле проживают в Индии. Возможно, несколько человек так действительно живут, но большинство живут иначе. Разумеется, они ведут дебаты, выполняют ритуалы и медитируют, но кроме того, они очень общительны и любят общаться с друзьями, например, за чашечкой чая, шутить вместе. Они как-то не как люди. И в равной степени правильно считать их буддами и людьми, которые нуждаются в человеческом тепле. Я всегда привожу примеры из своего общения с Сирконгом Римпоче, потому что с ним я общался дольше всего и лучше всего знаком с тем, как он общался с людьми. И, конечно же, разные ученики у них будут разные традиции, и я говорю о предыдущей генерации, которые все выросли и ученики в Тибете. И, разумеется, у всех свои предпочтения. Я сейчас говорю о более старшем поколении учителей, тех учителях, которые родились и выросли в Тибете и в свое время давали учения в Тибете. Когда мы путешествовали с Эрин Поче по Италии, в Милане мы остановились в доме итальянской семьи. Дом был очень большой, там было много места, и все приезжавшие в то время учителя останавливались именно с этой семьей. И это была одна из тех замечательных итальянских семей, в котором четыре поколения живут вместе. Бабушка замечательно готовила, это была такая крупная, дородная женщина. И большинство лам придерживались более традиционной формы поведения, ели в своей комнате в одиночестве. Но сиркон Крин Поче был не таким. И она заметила, что когда она готовит завтрак, Крин Поче спускается вниз, приходит на кухню в своем нижнем одеянии. То есть не без верхней части монашеского одеяния, и садится за кухонным столом и выполняет свои практики, пока она готовит. И она сказала, что все ламы, которые сказали с ним, что это был самый лучший, он был самый лучший, потому что он был так расслаблен и натурал с семьей. И она говорила, что из всех лам, которые у них останавливались, сиркон Крин Поче был самым замечательным. Он был очень спокойный и очень естественно общался с семьей, потому что по-настоящему ценил человеческое тепло и общение с этой бабушкой. Рин Поче и сам был довольно дородным. И это было довольно забавно, потому что когда мы уезжали, бабушка пришла и обняла Рин Поче. И поцеловала его в щеку. Все были немного шокированы, но Рин Поче это не напугало. Но я бы вам не рекомендовал так поступать с учителями, вас неправильно пойму. Но суть здесь в том, что Рин Поче по-настоящему ценил возможность жить с такой семьей, общаться с семьей, в которой четыре поколения живут вместе. Ему это доставляло удовольствие. Пятый Далай-Лама в своем Ламриме, объясняя этот момент, говорит, что всегда нужно принимать во внимание адекватность, места, времени и количества подношений. И то, что было уместным в Древней Индии может быть совершенно неуместно сейчас. И поэтому, чтобы понять, что было бы уместным, необходимо использовать свою чувствительность, различающую осознавание и так далее. И так далее. И, наверное, как бы. И, наверное, это было бы так. А что это подробно. И это было бы как положение. Или струкшение haciaạtеру. Требук за работу. На струкшение, но Vuittей которая легко, по моему миру. И так далее. И как бы мы обеспечить его! Эти помогают. Так, мы можем поддерживать его нам. Вы можете поддерживать ее финанси. Вы можете поддерживать его, но мы можем поддерживать его. Да. Нам нужно поддерживать работу учителя. Мне гораздо больше нравится объяснять это так. Учитель осуществляет какие-то труды, чтобы помочь большому количеству живых существ. И эти его труды мы можем поддержать. Можем поддержать деньгами, можем выполнять какие-то поручения. Например, переводить для учителя, готовить для него, водить для него машину, помогать ему получать визы и так далее. Предоставить им время и место. Очень часто, когда учителя приезжают на Запад, люди относятся к ним с жадностью, хотят заполучить всё их внимание и не оставляют учителям времени, например, на выполнение их личных практик. Хотя большинство из этих учителей уже пожилые. И всё это разные виды подношений. Одна из ошибок, которая иногда встречается, возникает, когда учитель заболевает, и ученики начинают говорить, что, ну, он же Будда, он проявляет эту видимость только для того, чтобы нас чему-то учить. Повторяют слова «лама, лама, лама». Но это наивный и легкомысленный подход. Уместно предложить учителю отвезти его к врачу, купить необходимые лекарства и так далее, а не просто позволять ему страдать. И когда вы совершаете подношения, не делайте из этого представления. Не нужно ожидать благодарности или ждать, что все вокруг увидят, как вы делаете эти подношения. Опять же, когда я вместе с Римпачей был в Италии, это было в другом городе. А кто-то пришел, чтобы с ним повидаться. Человек пообщался с Римпачей, а затем, уходя, незаметно оставил на столе конверт с подношением. И Римпачей сказал, что это очень хороший способ делать подношения, не превращая их в представления. Неразумеется, если обстоятельства это допускают. Если же обстоятельства этому неблагоприятствуют, можно просто отдать учителю подношения. Но, опять же, не нужно из этого делать представления, говоря, какое я замечательное, какое прекрасное подношение я делаю. То же самое касается и совершения простираний. Как-то раз я был с Римпачей в Спите, долине, близкой к границе между Индией и Тибетом. В этой долине буддизм пришел в упадок, поэтому Римпачей туда поехал, чтобы восстановить традиции, восстановить линии передачи и, по большому счету, заново возвратил туда буддизм. Поэтому Римпачей там почитают, как святого покровителя этой долины. Кроме того, он в ней же скончался и в ней же обрел новое рождение. И, когда он туда приезжал, разумеется, большое количество людей хотело с ним повидаться. И, перед тем, как вручить ему ходак или какие-то другие подношения, они совершали простирания. И у меня были достаточно близкие отношения с Римпачей, чтобы он не говорил, что думает. И ему показалось смехотворным, что люди долго ждут своей очереди, заходят в помещение, только после этого простираются перед Римпачей и к нему подходят. Он сказал, что было бы гораздо лучше, если бы они совершали простирания снаружи, тогда бы они меньше моего времени потратили. Так что будьте чувствительны к потребностям учителя и не делайте из подношений или каких-то других видов деятельности представления. Не пытайтесь показать, какой вы замечательный. Главное – ваш настрой, ваше отношение. Далее второй аспект, который здесь упомянут, это также термин, состоящий из двух слов. Первый термин часто переводят как «служение», но мне кажется, это не очень полезный перевод. На самом деле подразумевается «помощь». И у этого слова два смысла. «Помогать» в смысле, не как «сервант», хотя может быть иногда, потому что, потому что хирургическое состояние Индии и Тибетии, вы получаете такие виды, но быть «сервант» действительно не соответствует в наших временах. «Помогать» не как «слуга», хотя иногда из-за того, что в Индии и Тибетии общество с явно выраженной иерархией, у нас может сложиться впечатление, что кто-то кому-то служит. Но в наши времена такое служение, в смысле «пойди сюда», «грязный слуга», не совсем уместно. Речь скорее идет о личных помощниках Лам. Чем занимается личный помощник? Как, например, Римпачей был милым, он был милым, он был милым, давал ему руку или мою руку, чтобы помогать ему выйти из машины, или сидеть в машине, помогать ему выйти из машины. Таким образом. Римпачей был пожилым человеком, поэтому я помогал ему выбраться из машины или сесть в машину. Вот такая помощь здесь подразумевается. или ходил за какими-то вещами, чтобы ему самому не приходилось любить. Такого вот порядка помощи. Другое значение этого слова – приближаться к кому-то, подходить к кому-то. Вы приближаетесь к учителю, помогая ему, но другое более общее значение этого слова. Приближаться, подражая благому поведению и качествам человека. Это же самое слово, использовав в термине гень-ян, то есть упасака, и нен здесь означает приближение к конструктивному благому поведению. Соблюдая пять обетов мирянина, мы приближаемся к тому благому поведению, которого придерживаются монахи и монахини. То же самое слово используется, когда речь идет о длительных ретритах по практике конкретного божества. Когда, например, мы три года или даже больше выполняем практику одного единственного божества, подражая ему, приближаясь к нему с помощью визуализации и различных аспектов практики. Вот о таком приближении здесь идет речь. Мы приближаемся к учителю, помогая ему, например, помогая ему встать, с одной стороны, а с другой стороны мы стараемся соответствовать, подражать тем благим качествам, которые и есть у учителя. Вот это подразумевается под этим словом. И когда речь идет о том, чтобы радовать гуру, именно это и подразумевается. Учителя радует следованием указанным им практикам. Мы стараемся подражать его благому примеру. Второе слово в этом сочетании означает выражать почтение. Опять же, возвращаясь к тому, о чем писал Пятый Далай-Лама, нужно всегда принимать в расчет время, место и уровень, объем того, в какой степени мы выражаем почтение. Так что, естественно, для того, чтобы следовать наиболее традиционным тибетским кастомам, то есть, вы понимаете, что вы не демоны, что вы не имеете черный наиболее, и вы выражаете в воздух, как это, перед лама, чтобы вы не подразумеваетесь с твоей кровью. Это выглядит очень удивительно, когда вестеринка делает это. И поэтому довольно смехотворно выглядит попытки западных людей следовать тибетской традиции, скрючиваясь в присутствии ламы, низко наклоняясь, высовывая язык, чтобы показать, что вы не демон, что язык у вас не черный, и втягивать в воздух с шипением, чтобы, не дай бог, своим дыханием не загрязнить учителя. То же самое касается и совершения простираний. Если учитель тибетец и простирания составляют часть культуры, в которой он живет, то, разумеется, это уместно. Однако, если учитель выходят с запада, и ученики также выходят с запада, то возникает вопрос о том, насколько уместно совершать перед ним простирание в знак почтения. Проблема в том, что, когда большинство из нас подражает тибетским обычаям или обычным, обычаям китайцев, японцев, мы делаем это довольно бездумно. Большинство из нас подражают этим действиям, подобно обезьянам. Но было бы довольно смехотворно также пытаться адаптировать какие-то западные обычаи. Например, в присутствии королевы мужчины кланяются, а женщины делают книгсен. И это было бы довольно смехотворно. Еще каблуками можно щелкать. Или отдавать честь, как в армии. Смеется, если все это не подойдет. Я думаю, что это что-то, которое нужно превращаться в том, что бы в правильном выражении, комфортивном способе, чтобы мы, как вестернеры, показать респекту вестернских учениках. Потому что, конечно, это будет происходить в будущем. Это уже происходит. Думаю, эти способы правильного выражения почтения со стороны западных учеников по отношению к западным учителям должны со временем развиться, сформироваться. Потому что рано или поздно западные учителя появятся, это уже происходит. И есть определенные практики, которые описаны в текстах, и которым мы также следуем выражая уважение учитель. В частности, мы встаем, когда он заходит. Не садимся, прежде чем учитель сядет сам. Поддерживаем тишину, то есть не разговариваем с другом во время учений. Выключаем свой мобильник. И вы знаете, что в университетах или в школе часто бывает, что во время занятий ученики сидят и набирают смс-ки. Разумеется, это очень неуважительно, поэтому этого мы также избегаем. Так что есть разные способы проявлять почтение. Мы стараемся одеваться, соответственно, на мероприятию. Мы не приходим в легкомысленных одеждах с большим количеством макияжа или, напротив, не демонстрируем свои мышцы. Все это совершенно неуместно. Приходим вовремя. Не уходим в середине занятия. Все это подходящие способы выражать свое уважение. И эти практики могут отличаться у разных поколений. Для старшего поколения гораздо важно, как вы одеваетесь. Гораздо важнее. Я думаю, что важный момент – это увидеть, что соответствует человеку, age, как Далай-лама говорит. Что соответствует конкретной ситуации, конкретной эпохе. и конкретному месту, в соответствии с советом Пятого Далай-лама. Вы можете посмотреть на людей, которые в качестве свиты сопровождают его святейшество Далай-ламу. Не самому часто доводилось это делать. И мужчины в такой делегации всегда одеты в костюмы с галстуками, в знак уважения. И они не столько выражают уважение к его святейшеству, хотя и это здесь присутствует. Они прилично одеваются для того, чтобы у людей было уважение ко всем, кто сопровождает его святейшество. Чтобы не было впечатления, что они пришли в грязной, плохо выглаженной одежде. И, конечно, на абсолютном уровне разницы никакой нет, но это не довод против того, чтобы думать обо всех этих вещах, о всех этих знаках уважения на относительном уровне. Итак, мы приближаемся к учителю, заботясь о нем, помогая ему с одной стороны, а с другой стороны выражаем почтение, используя различные подходящие виды поведения. Разумеется, есть разные уровни учителей и у разных учителей разные склонности и предпочтения. Некоторые учителя очень открыты в выражении и чувствах, некоторые нет. Нужно относиться к этому с чувствительностью. Нужно быть в этих вопросах чуткими. Много могу примеров привести. Его святейшество, Далай-Лама, иногда обнимает людей, но это не значит, что вы должны к нему подходить и пытаться его обнять. Старое рождение Ламы Еши было очень любящим, он очень часто обнимал людей. Серху Римпачей никогда никого не обнимал, и его никто не обнимал, кроме этой единственной итальянской бабушки. Просто не такой он был человек. Так что проявляйте чуткость к тому, что уместно по отношению к конкретному учителю, не руководствуйтесь исключительно собственным желанием кого-то обнять. С традициями в разных странах можно влипнуть в большие неприятности. В лирическое отступление есть такая традиция в некоторых странах приветствовать друг друга целовать в щеке со звуком муа-муа. И в некоторых случаях делается только один поцелуй, в некоторых два. В других странах три, а в других четыре. При этом в некоторых случаях губы должны касаться щеки человека, а в некоторых не должны. В некоторых странах это делают при встрече только мужчины и женщины, когда встречают друг друга. А, например, в арабских странах и Турции так друг друга приветствуют только мужчины. И если в какой-то стране неправильно использовать этот обычай, то можно влипнуть в неприятности. Со мной это случалось. У человека из того, что вы так приветствовали, складывается неправильное впечатление. Так что лучше смотреть, как поступают другие люди. Не если вы приедете куда-то в качестве учителя, вообще в целом полезно наблюдать за обычаями. Третий способ, который считается наилучшим, лучший способ вести себя по отношению к учителю, практиковать то, что он советует. Если вы просите учителя помочь вам в принятии какого-то решения и Если вы просите о гадании, не ради каких-то дурацких вещей, пожалуйста, не просите об этом, но если вы спрашиваете о чем-то по-настоящему важном, о гадании или просто о совете, подразумевается, что вы будете, вы сделаете то, о чем посоветует учитель. В противном случае, зачем спрашивать? Бывают люди, которым не нравится ответ, который им дает один учител, поэтому они идут к другому и добиваются ответа, который их устраивает. Вы знаете, когда вы подбрасываете монетку, чтобы решить, как поступать, и первый ответ, результат вам не нравится, тогда вы говорите, ну, поступлю, как, подскажут два раза из трех, потом это вас тоже не устраивает, и вы решаете, но вот три раза из пяти, вот это мой совет последует. Не поступайте таким образом. Таким образом поступать не нужно. Если вы спрашиваете, то должны выполнять то, что вам посоветовал учитель, и после этого перед ним отчитаться. Я поступил так, как вы советовали. Разумеется. Разумеется, если учитель рекомендует вам сделать что-то, что превышает уровень ваших способностей, например, когда его святейшество попросил нас перевести энциклопедию Конгтрула Римпоче, вы объясняете учителю, что это, возможно, слишком трудная задача, и не жаловаться. Самое уместное, о чем следует спрашивать, это совет по поводу того, какие практики выполнять. У вас должна быть готовность их выполнять и не жаловаться. Мой добрый друг Аллен Тернер, который скончался несколько лет назад, также был очень близким учеником Сирконга Римпоче. Он был очень серьезным практикующим Римпоче, его называл мой западный йогин. И когда пришло время ему выполнять Мюнджо, предварительные практики, он попросил у Римпоче наставлений по поводу того, какие визуализации выполнять, что при этом начитывать. И затем выполнил все. И когда, при следующей их встрече, когда Римпоче спросил, ну что, как продвигается, Аллен сказал, я сделал восемьдесят тысяч. И Римпоче спросил, а что ты представляешь, что ты при этом начитываешь, и Аллен ему рассказал. И Римпоче сказал, нет, так дело не пойдет, это тебе не подходит, и давай-ка начинай сначала. И дал ему совершенно другую визуализацию и другой текст для начитывания. И он все заново сделал. Не жалуйся и не говоря, а что же вы мне сразу-то не сказали. Он был очень хороший. Когда я выполнял ретрит по практикам долгой жизни белой тары, в конце ретрита выполняется пуджа с огненными подношениями, и это одна из самых сложных огненных пудж. Потому что есть такой специальный длинный дерево, как ретрит в Индии, и вы должны поставить в огне 10 000 пуджа, каждый раз с мантра. Так что в рамках этой пуджи необходимо подносить, бросать в огонь стебли особые, произрастающие в Индии длинной травы, причем необходимо поднести 10 000 пар таких стеблей с повторением мантры. Так что делать это необходимо быстро, иначе на это уйдет вся жизнь. Так что я делал ретрит, делал огненную пуджу, и мантры помогал мне собрать эту деревню. И это не было достаточно 10 000, это не было достаточно. Риппочей, может, делал все это снова. И я закончил ретрит, сделал огненную пуджу, и собирать эту траву мне помогал один монах. Но в итоге мы не досчитались нескольких штук до 10 000, полного числа не получилось, и риппочей заставил меня сделать вообще все сначала. Не ретрит, конечно, но огненную пуджу, снова собрать 10 000 стебель. Таким образом нужно следовать советам учителя и помнить о том, что у вас уже есть негласное соглашение о том, что вы не будете на учителя сердиться. Когда вы просите о совете, не просто о том, какие у вас есть. Это не традиционный. Когда вы просите о совете, не просто о том, какие практики выполнять, а о каких-то советах по собственной жизни, это для тибетской традиции необычно. Обычные отношения не подразумевают, что вы учителю задаете вопросы о своей личной жизни. За 9 лет, которые я провел с Римпоче, он ни разу не задал мне ни одного вопроса о моей собственной жизни, о моем прошлом или о моей семье. Все отношения вращались вокруг того, что происходило здесь и сейчас, по мере того, как Римпоче готовил меня в качестве переводчика и учителя. Особенно неуместно, особенно если учитель монах или монахиня приходить к нему и задавать вопросы, просить совета в связи с проблемами в браке или сексуальными проблемами. Это совершенно неуместно. Буддийский учитель – это не дешевый психиатр или психотерапевт. По традиции вы о себе не говорите. Учитель говорит и дает учение. А мы, как ученики, должны применять услышанное на практике. И если возникают вопросы по практике, мы их задаем. Или вопросы об обучениях. Их мы также задаем. Что бы спросить, мы используем традиционную формулу «не возражаете ли вы если»? Вспоминается пример. Я дважды ездил по миру с Сирконгом Римпоче в качестве его переводчика, личного секретаря, турагента. И в конце второй поездки я спросил Римпоче, не будете ли вы возражать, если я задержусь в Штатах еще на пару недель, чтобы повидаться с матерью? И в большинстве, Римпоче, я не имею в виду ни объекта. Но в этом случае он сказал, не дайте мне, не дайте мне, не дайте мне, а потом в Сирконг Римпоче. И здесь очень специально, например, ритму и initiательные, и так далее, в которых Сухой Лим Римпоче и Сиркон Римпоче будет вместе. И это, в факт, в последний раз, когда три три были вместе. И я чувствовал, что это очень важно для меня быть там. И Сиркон Гуринпоче показалось, что для меня очень важно поприсутствовать на этом мероприятии. Вы видите, что это гораздо более зрелый способ задавать вопросы. Вы не приходите к учителю с вопросом, что мне следует сделать, потому что если вы задаете такой вопрос, то в общем-то вам могут поручить все что угодно. И, например, переехать в другую часть света. И это вас основательно расстроит. Что, в общем-то, произошло со множеством людей? Вы не приходите к учителю со словами «я ничто», «я ничего не знаю». Скажите, что бы поделать такое. Это незрелый формат отношений. В отношениях мы учимся не зависеть от учителя. Учитель учит нас полагаться на самих себя. У вас есть собственные представления о том, что вы хотите делать на следующем этапе своей жизни. И с этим представлением вы приходите к учителю и спрашиваете, нет ли у него каких-либо возражений. И если же у учителя будут какие-то возражения, то он вам их выскажет. Существует... Вake-у. Усёй, хотя бы, есть. У expressительный образец, значит, под esempio. Востей, это будет очень-очень. И, опять-таки, нужно обучить. И что же это отношение между западным учителем и западным учеником? Учеником здесь, судя по всему, развиваются немного другие тенденции, и поэтому мы должны адаптировать, применить традиционный опыт, потому что формат отношений между тибетцем и тибетцем, тибетцем и выходцем запада, выходцем запада и тибетцем, или двумя выходцами запада, отличаются друг от друга. These sort of things. And so, you know, between two Westerners, a little bit in that direction seems to work a little bit better. At least this is what I found in my experience of being a teacher. Вы не можете быть слишком далеко, как я называл личное и непосредственность. Я не спросил, что ваша семья как-то, как это было, но очень непосредственность, потому что вы действительно интерактивы с людьми. У других форм христианства отношение к священнику, в первую очередь, как к пастору, как к человеку, который может, например, дать какие-то советы по поводу семейной жизни, к которому мы приходим со своими проблемами. И такая модель намечается в отношениях между западными учителями и западными учениками. Модель отличная от отношений с тибетскими учителями, потому что с тибетскими учителями сохраняется то, что я бы назвал лично-безличными отношениями. Они безличны в том смысле, что он не спрашивает нас о нашей семье, не спрашивает, каким было наше детство, но они глубоко личные, потому что мы постоянно общаемся, взаимодействуем с этим человеком. И поэтому формат отношений между западным учителем и западным учеником по-прежнему на стадии становления, он понемногу видоизменяется, и я думаю, этот формат будет различным в разных странах. Например, мои ученики в Берлине также являются моими близкими друзьями. Мы с ними вместе гуляем, ходим в кино или в рестораны, но в то же время они относятся ко мне с очень большим уважением. Однако при этом, безусловно, не совершают простирания. Поэтому все это зависит от конкретного человека. Но вот чего следует избегать, так это истории о великом белом гуру. Многие люди склонны проецировать этот образ великого белого гуру или подражать великим тибетским ламам. Хотя это совершенно абсурдно. Но когда мы с вами говорим о вестернных учениках, в котором они могут дать импоуровать, тантрические инитияции, это также очень новая область. Рано или поздно западные учителя дойдут до той стадии, на которой они смогут передавать тантрические посвящения. И это также пока неизведанные воды. Тот факт, что эти люди выходцы запада не лишает их возможности стать великими тантрическими мастерами. Как-никак тибетцы это не единицы, но тибетцам удалось стать великими тантрическими мастерами. Но поскольку выходцы запада относятся с большим числом подозрений к западным учителям, а тибетцы с очень большими подозрениями относятся к западным учителям, то если учителя становится тантрическим мастером, не в смысле, что он разъезжает с кастролями, развешивая везде рекламу, я передаю замечательное посвящение, а в том смысле, что ученики его приглашают и просят даровать посвящение. То такому человеку нужно быть по-настоящему квалифицированным и иметь разрешение собственных учителей. И не представлять это как нечто особо значимое, особо важное. Мне очень нравится в этом плане стиль старого Сирконго Римпаччи. Когда мы путешествовали, он не возил с собой никаких ритуальных инструментов, никаких дорогих принадлежностей. Поэтому, когда он передавал посвящение на Западе, вместо драгоценного сосуда, он использовал бутылку из-под молока или бутылку из-под газировки. В некоторых посвящениях в ритуале необходимы небольшие изображения божеств или священных объектов, но Римпаччи с собой не возил эти изображения. Когда они были необходимы, он их просто от руки рисовал на клочке бумажки. И однажды в дзен-центре, где-то в штате Нью-Йорка, его попросили передать уполномачивающее посвящение, Манджушри, и Римпаччи передал его, сидя на полу, без каких-либо ритуальных инструментов. Так что очень важно сохранять смирение. И, думаю, для западных учителей это качество смирения одно из самых важных. Смирение и честность. Так что относитесь с подозрением к западным учителям, которые разъезжают по миру, везде разглашая свой громкий титул, заставляя людей обращаться к ним по этому титулу и требуя такого уже уважения, которое получают тибетские ламы. Нужно изучить мотивацию таких людей. В некоторых ситуациях это может быть уместным, а в некоторых нет. Это, в общем-то, все, что я хотел рассказать. И теперь у нас есть полчаса для вопросов. Я хотела спросить, что вот, когда мы слушаем лечение по сутре, и когда частично касаемся вопроса о пустотности, то, во-первых, в сутре у нас есть обязательство не врать, ну, обет, который мы берем, во-вторых, когда на уровне сутры нам рассказывают о пустотности, обычно называют ее отсутствием вымышленных форм существования. И, ну, соответственно, отсутствием веры в некие нереальные способы бытия. И когда мы переходим к татре, особенно, если у нас при этом не то, чтобы достаточно способностей для практики татры, в частности, в практике шестеразовых гуру йоги, ну, и не только, вот, профессор сегодня говорил о том, что мы представляем, что мы сливаемся с учителем, допустим. Поскольку этого не происходит на самом деле, я хотела бы спросить, не является ли это, ну, для тех, кто является практикующим на уровне сутры и нарушением обета не врать. То есть, ну, как бы не фантазируем его в данной ситуации, поскольку это же не происходит на самом деле. Когда мы слушаем учения на уровне сутры, то принимаем один из обетов личного освобождения – обет не врать. И, слушая объяснения о пустотности, в первую очередь говорим об отсутствии вымышленных способов существования. Однако, когда мы получаем тантрические учения и выполняем практику гуру йоги, например, шестиразовые гуру йоги или любые практики, о которых в том числе сегодня упоминал профессор, мы представляем, что учитель с нами сливается. Поскольку это слияние не происходит на самом деле, не нарушаем ли мы таким образом свой, относящийся к сутре, обет не лгать? Когда мы получаем учения сутрик, особенно пратимокси вовы, мы получаем вовы вовы вовы, и когда мы получаем учения сутрик вовы вовы вовы, мы mainly focussenя на отсутствующих способов существования. В то же время, когда мы получаем учения сутрик вовы, и делаем гуру йоги, например, шестиразовые гуру йоги, или другие практики, которые вы описали сегодня, мы подозреваем учения into себя и то, что мы можем agreements с учениями с учениями. Но мы не представляем это уже. Таким образом не происходит, полиции этого процесса от imagining, это мерзень, то, что может тебе визIT быть вовы вове того, это не монет! Нет, это не логи! Вы не смазываетесь это, но вы не знаете, что это действительно происходит! Нет, это не ложь. Вы представляете, что это происходит. Не утверждайте, что это происходит. Вы воображаете. И цель здесь не поглотить учителя, подобно тому, как большое насекомое съедает насекомое маленькое. Качество, тело, речи и ума учителя сливаются с нашими качествами. Мерджи с нашими качествами. Чтобы наше поведение, наш способ общения с другими людьми, наше понимание и постижение, наш образ мышления станут подобны образу мышления, поведения, общения учителя. Не в смысле, что я стану им. Все сохраняют свою индивидуальность. Эту идею слияния, понятие слияния, нужно правильно понимать. Мы собирали до этого вопросы в ходе еженедельных занятий. И первый вопрос был по поводу протекабуд, того, как они достигают освобождения, если в конкретной жизни у них нет физического учителя. Итак, первый вопрос о протекабудах и как они достигают освобождения от сансара, если они не имеют физического учителя, в том, что они достигают освобождения. Мы говорим о протекабудах, в том, что период между тем, когда буддхи появлялись в мир. Мы говорим, что протекабуды возникают в длинные периоды времени между приходом отдельных будд, так называемые их пациентам. называемые темные эпохи, когда учения Будд недоступны. И существа, становящиеся Протека Буддами, долгое время учатся, постигают учения под руководством учителей, но затем, рождаясь в эти темные периоды, продвигаются по пути, следуя своим инстинктам. Но, конечно же, это очень тяжело, потому что, как мы знаем, просто делать вещи на инстинкт может быть абсолютно невероятным. Поэтому это очень тяжело, в том числе Протека Буддхи, как они эваливают, что они делают, если это правильно. Но достичь этого очень и очень непросто, потому что мы знаем, что иногда, следуя своему учитью, своим инстинктам, люди совершают совершенно безумные, невообразимые вещи. Поэтому очень сложно понять, как именно Протека Будда отличает правильное побуждение от неправильное. Я думаю, что знать о существовании Протека Будда нужно, чтобы понимать, что сейчас не их эпоха. Я стану Будду как Протека Будда, с собственным представлением о том, что правильно. И также, чтобы думать, что я буду как Протека Будда, и укрепляем свою мотивацию начального этапа практики, и укрепляем свою мотивацию, начального этапа практики, так как мы понимаем, что мы понимаем, что в будущем будут периоды, когда учения будет отсутствовать, когда учения не будет в этом мире, и укрепляем свою мотивацию начального этапа практики Гламрима. Хотим накапливать причины для того, чтобы в будущем обрести возможность продолжать продвижение по пути, независимо от того, будут ли в тот момент доступны учителя. Когда изучать эти вещи, пожалуйста, не обращайтесь к этому антропологическому лестнику, что мы учимся о этих разных вещах. Изучая все эти темы, пожалуйста, избегайте такого антропологического подхода, когда вы думаете, ну, как интересно, все устроено. Нужно думать о том, какую ценность все эти темы представляют для нас самих, для нашей праздневной жизни. Если мы искренне принимаем приближище в Дхарме, мы полностью убеждены в том, что все, чему учил Будда, предназначено для устранения страданий. Что это не просто интересная информация. Или скучная информация. И затем мы спрашиваем, какова ценность каждого конкретного учения, спрашиваем себя, размышляем, стараясь это понять. Зачем Будда этому учил? И именно поэтому в Махаяне существует система толкуемого и определенного смысла. Толкуемый смысл должен привести нас к определенному, а определенный смысл ведет нас к постижению пустотности. Второй вопрос касался коренных учителей сутры и тантры. Не мог бы, Алекс, немного рассказать о том, чем отличаются эти виды? Не уверен, что вообще есть разница. Коренной гуру – это тот, от кого мы получаем наибольшее вдохновение. Сейчас мы работаем наиболее. в различных типах медитациях, то это будет отличный. Но аспекты, например, «Рут-гурю» будет одинаковых. Конечно, квалификации Сутра-мастера, Хинайана-мастера, Майайана-мастера, Татрик-мастера, но если вы просто спросите о «Рут-гуре», то это одинаково, как я знаю. А вот то, как мы используем образ учителя в медитациях на уровне Сутры и Тантры, будет различаться. Но, тем не менее, коренной учитель, сам термин коренной подразумевает, что это главный учитель, от которого мы получаем наибольшее вдохновение. Разумеется, у мастеров Сутры и Тантры должна быть разная квалификация, но само понятие коренного учителя одинаково и в той, и в другой системе. Но, разумеется, здесь возникает тонкость в том случае, если мы получаем посвящение от разных учителей. В практике может быть сказано «представляйте своего коренного учителя», и тогда под коренным учителем подразумевается тот учитель, от которого мы получили это посвящение. И в том случае, если учитель, от которого мы получили это конкретное посвящение, не наш коренной учитель, не тот, от кого мы получаем наибольшее вдохновение, в этом случае возникают определенные трудности. Поэтому не получайте посвящение от тех учителей, с которыми вы не чувствуете сильной связи и которые вас сильно не вдохновляют. Если просто потому, что у учителя громкое имя или он приехал в ваш город или дает какое-то конкретное посвящение, всего этого недостаточно для того, чтобы это посвящение принимать. И хотя некоторые учителя говорят, что если этот лама недостаточно вдохновляет вас, то вы можете использовать его гуру, его другой. Но это немного деликат. И хотя некоторые учителя говорят, что если этот лама, которого вас недостаточно вдохновляет, то вы можете как бы получать посвящение от своего коренного учителя, но все это довольно тонкие вещи. Но все это довольно тонкие вещи. И все это довольно тонкие. Но помните пример, который приводит его святейшество? Если у вас много учителей, а у большинства людей много учителей, то поскольку все они изучали разные темы, являются держателями разных линий, вы можете представлять их как разные лики одиннадцатиликого овалокитэшвары. Они все должны сосуществовать в гармонии. Андрей? Когда сегодня, уважаемый братец, я говорю о разнице во взаимоотношениях между учителем и учеником тилетской традиции, и как это формируется сейчас на Западе между западным учителем и западным учеником, вот это вот взаимоотношение, это находится в процессе формирования. И здесь он упомянул о сравниваемой отношения тибетского учителя с тибетским учеником. И там проскочило сравнивание не как с чиповым психотерапевтом. Что он вкладывал в понятие чиповым психотерапевтом? Когда профессор объяснял процесс, говорил о процессе формирования формата отношений, который будет существовать между западными учителями и западными учениками, и об отличиях от того, как взаимодействовали тибетские ученики и тибетские учителя, он упомянул такое понятие как дешевый чиповый психотерапевт. Не мог бы он подробнее объяснить, что он под этим подразумевает? Когда вы говорили о формировании формирования между учителя и учителя, и как это отличается от отношения между тибетским учениками и учителями, вы говорили о том, что циповый психотерапевт или психотерапевт. Вы можете объяснить, что это означает? Что я означал, что различные ученики приходят к мне, или к другим учителям, и говорят о своих различных проблемах и так далее, о своих эмоциональных проблемах, и они собирают предложение. Я под этим подразумевал, что ко мне и к другим западным учителям приходят ученики, которые начинают рассказывать о своих личных проблемах, о своих эмоциональных проблемах и трудностях, и просят советы. Они мне рассказывают всю историю своих проблем, все, что произошло. И это не соответствует традиционному способу общения с учителем. По традиции учитель дает общие учения, а мы сами определяем, как их применить в своей ситуации. И это не делается в той форме, которую любят мои ученики, то есть в процессе диалога с учителем. Однако, я чувствую, потому что эти ученики тоже мои друзья, что это неправильно иметь такой формат, которую мы имеем. Но я не знаю, если это правильный модел для других, это очень сложно сказать. Поскольку мои ученики также являются моими друзьями, я считаю, что такой формат нашего общения уместен. Но я не уверен, что он является примером, которому должны следовать другими. Здесь сложно что-то однозначно сказать. Мне лично близко понятие духовного друга. На санскрите это называется Кальяна Митра. На тибетский Кальяна Митра переводится как Геше. А смысл здесь такой. Митра – это друг. А словом Кальяна обозначается конструктивное или добродетельное. То есть, это человек, по отношению к которому вы всегда действуете конструктивно, каким-то позитивным образом. Вы испытываете к нему такое уважение, что не будете совершать разрушительных действий. И именно так я стараюсь общаться со своими учениками и своими друзьями. Мы не ходим по барам, не выпиваем вместе. Разумеется, всё обстоит не так. Если они спрашивают меня о том, какую практику лучше выполнять, я могу что-то порекомендовать, но, безусловно, ничего им не навязываю. И, безусловно, не навязываю никаких тантрических практик. Речь о каких-то общих вещах, например, о методах развития терпения и так далее. Все мои занятия, которые я веду, проходят в очень неформальной атмосфере. И в Берлине я веду еженедельные занятия, провожу еженедельный семинар, и на него максимум приходят 12 человек, он проходит у меня в моей квартире. Мы все друзья, все мы друг друга знаем, но мы всем рады. Любой, кто приходит, также становится нашим другом и после занятия. Мы вместе идем поесть в тибетский ресторан, который находится на той же улице. Так что, в общем-то, всем все нравится, во всяком случае, мне все нравится. Если вы понимаете английский, то все классы и подкасты, они все на моем сайте. Вы можете слушать все. И на случай, если вы понимаете английский, все эти занятия записываются и выкладываются в качестве подкастов, и все они выложены, собственно, на моем сайте. И это довольно здорово. Я расскажу всем, чтобы другие люди, которые слушают от дома, какой наше backstory. Это наш научный, это доктор, это обращение, это обещание, это баб. Это обещание, это обещание, так и так далее. Все знают, кто находится там. Эти подкасты слушают много людей по всему миру, и иногда я встречаю людей, которые говорят, что им кажется, будто они знакомы со всеми, кто собирался в моей квартире, потому что в ходе этих занятий мы ведем активный диалог. И поэтому, когда идет запись, я иногда для слушателей говорю, что вот это говорит юрист, это говорит ученый, господин ученый, как мы его называем. Это говорит юрист, а вот это говорит мать и так далее. Я думаю, что этот гораздо более успешный формат, чем формат великого белого гуру. Когда кто-то сидит на огромном троне, белый человек сидит на огромном троне, а все вокруг простираются, зажигают перед ним благовоние. Думаю, наши занятия в этом плане более полезны. Особенно если подумать с точки зрения молодого поколения и того, как оно общается. И разумеется, публиковать все в интернете – это будущее. У меня такое вопрос. Корень пути – здоровые отношения с учителем. У меня есть в виду коренной учителем или вообще учителем? То есть, если мы не встретили еще своего коренного учителя, или вдруг не встретим его в этой жизни, на что это ведет формат? Мы говорили о том, что корень пути – это здоровые отношения с учителем. Подразумевается ли под этим здоровые отношения с коренным учителем или с учителями в целом? И как продвигаться по пути, что делать, если мы пока не встретили своего коренного учителя, или, возможно, не встретим его в этой жизни вообще? Мы говорили о том, как здоровый отношения с учителем с учителем или с учителем? То, о чем мы говорили, описывая правильные форматы отношения к учителю, благодарность за доброту учителя, уважение к его позитивным качествам и так далее, все это применимо к любым видам учителей, не только к коренному учителю. Если мы не нашли пока человека, которого считаем своим коренным гуру, продолжайте искать, не сдавайтесь. И пытайтесь дарить как много инспирации, как можно, от тех, которых вы встречаете. И вы не обязательно должны быть встретиться с учителем, чтобы чувствовать себя инспиренцией. Сейчас есть много, что есть в интернете, и так далее. Вы можете видеть видео из лучших ламасов, даже видео из ламасов, которые никогда не живут. И, между тем, нам важно как можно больше вдохновляться теми учителями, которые у нас уже есть. Более того, для того, чтобы испытывать вдохновение от какого-то учителя, нам не обязательно с ним лично встречаться. Сейчас в интернете доступно огромное количество материалов, и мы можем смотреть видео не только наших современников, но и лам, которые уже покинули этот мир. Так что мы пользуемся тем, что доступно. И, как я уже говорил, мне уже не нужно уезжать, поэтому всем большое спасибо. Давайте завершим посвящение. Пусть любое постижение, которое мы обрели, присутствие здесь становится глубже и глубже, и станет причиной для обретения просветления ради блага всех существ. Спасибо. Спасибо.